Что нужно для крепких, гармоничных, долгих и счастливых отношений? Для этого нужно только одно – безусловная любовь. Только отношения, основанные на принципах безусловной любви, имеют шанс быть счастливыми, радостными, гармоничными и нетоксичными, неневротичными. Отсутствие безусловной любви и присутствие схем, ожиданий, сейчас я об этом скажу поподробнее, делают отношения невыносимыми, превращают отношения людей в тюрьму, в пытку, в мучение, в страдание. Что такое схемы? Схемы – это то, что нам навязывается обществом, это ложные убеждения, в соответствии с которыми мы живем. Там роль мужчины, роль женщины. Кто такой настоящий мужчина, настоящая женщина и так далее и тому подобное. Вообще все системы, конечно, все пытаются человека как-то вместить, уложить в это прокрустово ложе, ограничить его, обрубить, оболванить. И вот схемы существуют только для того, чтобы вот все разнообразие человеческой личности, всю глубину, все величие свести к функциям определенным, к схемам. И мы живем в таком обществе. Поэтому столько несчастных людей. Потому что есть ожидания, есть схемы, вот ты должен себя вести так и только так, но это невозможно – вести себя в соответствии со схемой. Поэтому столько несчастных отношений, столько травматичных отношений, психотравмирующих и так далее, и так далее, и так далее. Люди не готовы к отношениям, люди не умеют любить, люди не знают, что такое безусловная любовь, что такое любовь к себе. И поэтому, но знают, что ожидание. Мужчина настоящий должен вести себя так и только так. И что? Он должен быть брутальным. Это внушается женщинам, это внушается мужчинам, но еще на уровне вот в детстве. Вот ты девочка, ты должна так себя вести. Вот ты мальчик, ты должен делать так. Люди вырастают, стараются следовать схеме, а потом она ломается. Потому что природа человека, все богатство личности невозможно, еще раз повторюсь, невозможно вот в эту схему уместить. И что? Случается внутренний личностный конфликт. Мужчина не может соответствовать навязанной ему социумом роли. Женщина не может соответствовать навязываемой ей социумом роли. И люди страдают в результате. Люди терпят. Но в конце концов, как бы прорывается это все, этот нарыв. И отношения рушатся, и довольно-таки болезненно. И люди психотравмированы, они уже не хотят никаких отношений, ничего. Происходит перенос. Люди живут по той же самой схеме, потом встречают другого человека с теми же схемами, то есть с теми же ожиданиями к нему лезут, с теми же претензиями, с теми же требованиями, с той же схемой. И в результате люди наступают постоянно на одни и те же грабли, мочают себя и не понимают одной простой вещи, что никакие схемы, никакие требования, никакие ложные убеждения, никакие вот это навязанное общество, модели, поведение, они не работают. Не работают. И они только делают нашу жизнь невыносимой, мученической. Поэтому мученики же не только в церкви, и не столько даже в церкви. Я считаю, что мучеников гораздо больше, чем тех, кто канонизирован. Это практически 90% населения. Это мученики, страдальцы, страстотерпцы. И, можно сказать, просто расхристанные души, расхристанные личности. Что делать? Ну, конечно же, работа над собой важна. И для этого необходимо, что психотерапия, как я говорю, всегда и уже вот прямо и прямо вот вам. Ну, нужен вам, всем психотерапевт. Просто нужен. Трудно найти хорошего психотерапевта, потому что, ну, как люди привыкли, что психотерапевт в поликлинике, что он делает? Выписывает таблетки, антидепрессанты, да, и всё. И дальше живи, как хочешь. Но этого мало. Этого мало. Для качества жизни этого мало. Вы будете постоянно наступать на одни и те же грабли. Для того, чтобы ваша жизнь поменялась, нужна хорошая психотерапия, не лекарственная, не только лекарственная, да, если вы сейчас в таком состоянии депрессивном, когда требуется, да, лекарства. Но если это лёгкая депрессия, то можно обойтись без лекарств, прибегнув к средствам гипнотерапии, гипноза. А требуется психотерапия. Вот именно работа с психотерапевтом, с обращением к сознанию, да, к подсознанию, то есть научиться осознавать, вот такая когнитивная психотерапия, научиться осознавать, спорить с собой, понимать вот эти внутренние психологические механизмы, негативные ментальные программы, ложные убеждения, то, что мешает нам быть счастливыми, жить и действовать легко, красиво, свободно. И решать свои проблемы, достигать своих целей. Для этого нужен психотерапевт. У нас есть такой психотерапевт, вы его прекрасно знаете, это выдающийся психотерапевт доктор Владимир Кук. А мы что, с доктором Куком сделали для вас великую видеокнигу перемен. Попасть на прием к доктору Куку сложно, дорого. Но вот эта книга, она, в общем, поможет. Поможет и существенно изменит вашу жизнь. Я уже вижу перемены в жизни людей, которые прослушали эту книгу. И прочие программы, особенно программы решения проблемы алкогольной зависимости, это очень мощная программа. Ну и она решает все зависимости. С чем я сталкиваюсь? Любовная зависимость. Ну вот это тоже очень серьезно, потому что люди страдают. Люди страдают от неразделенной любви. Ну вот они любят, их не любят, они всячески там навязываются, просто некрасиво себя ведут, когда явно девушка не хочет общения, явно она холодна, ей не интересен этот человек. Тем не менее, он вот настырен, он пытается манипулировать, он пытается влиять, как-то навязываться, навязывать себя и так далее. Совершенно видна вот эта зависимость любовная, которая сопровождается, как правило, и другими видами зависимости, алкогольной, табачной, игровой, быть может, трудовой, да, вот этот трудоголизм, это тоже вид зависимости. Как правило, на зависимости они вообще-то группируются, да, зависимость не приходит одна, вот, их, они такой семейкой живут, да, вот, поэтому нужна психотерапия, нужно пройти эти программы все и избавиться от этого раз и навсегда и стать счастливыми, вот. Вот что необходимо делать и для того, чтобы решить проблемы свои личные, для того, чтобы иметь рядом человека, быть с кем-то, да, наслаждаться этими отношениями, для этого нужно научиться любить, научиться любить, нужно с любви к себе, вот, в первую очередь, полюбить себя, настолько полюбить себя, чтобы избавиться от всех видов зависимости, настолько, чтобы вам наедине с собой было хорошо, чтобы вы кайфовали, чтобы вы принимали себя такими, какие вы есть, вот это, ну, обожать себя, что ли, восхищаться собой, да, видеть в своих недостатках продолжение достоинств, то есть, по сути, достоинства, да, отказаться от критики, от оценок, не оценивать себя, не оценивать других, вот стать просто счастливым человеком, гармоничной личностью, да, заниматься любимым делом, преодолеть все ложные убеждения, и, вот это первый этап, второй этап, вы обязательно встретите человека, который к вам притянется, которого вы захотите видеть рядом с собой, не тот, который, ну, вот, в силу там обстоятельств подвернулся, да, как говорится, хоть какой, лишь бы ни одной, нет, нет, у вас уже будет планка, у вас уже будет определенное представление, с кем вы хотите быть, какой это будет человек, да, потому что, в принципе, здоровый человек притягивает здорового человека, нездоровый притягивает нездорового, да, то есть, по сути, с нами рядом те люди, которые нас достойны, и все справедливо, да, если там кто-то живет с алкоголиком, ну, явно у человека проблемы психологические, и, в общем-то, человек сам притягивает в свою жизнь такое. Научиться относиться к человеку не только как к средству, но и как к цели, да, вот этот императив Канта, нравственный императив Канта, полюбить его, полюбить его безусловно. Вот я счастлив, что со мной рядом человек, этот, любой, да, который рядом со мной, я его люблю. Вот возлюби ближнего твоего как самого себя. Вот психолог Иисус Христос об этом и говорит. О принципах безусловной любви. Дальше. Конечно, потребительское отношение навязано. Навязано обществом потребления. Деньги стали самоцелью. Вот. И в результате мы тоже ждем. Мужчина должен платить, женщина должна удовлетворять. Вот. Товарно-денежные отношения, они тоже мешают, они тоже мешают. Каждый хочет ощущать собственную ценность и значимость, ценность личности своей. Понимает, что его принимают именно таким, какой он есть. И любят не за то, что он имеет, а за то, что он есть, сам из себя представляет. Я не отрицаю, скажем так, эгоистическую любовь, да, я не отрицаю вот тот факт, что есть, что люди любят друг друга, когда они эгоистически заинтересованы друг в друге. Это тоже есть, но поймите, что такие отношения, они недолговечны просто, да, и ну вас ждет просто разочарование в конце концов. То есть, когда пропадет к вам интерес, понимаете, это будет очень больным ударом, это очень больно будет, да, потому что у каждого есть душа, у каждого есть вот этот внутренний мир и ощущение собственной ценности. И когда вы связываете эту ценность с тем, что вы имеете, а не потому, что вы сформировали в себе ресурс этот, этот рай, вы стали для себя источником счастья, вот тогда появляется проблема психологическая, но когда вы стали для себя источником счастья, когда вы любите себя, когда вы принимаете себя, когда у вас есть вот эта удивительнейшая красота души, удивительнейшая любовь к себе, когда вам интересно с самими собой, когда вам хорошо, когда вы в гармонии, когда вы испытываете чувство благодати, то отношения с другими людьми, они тоже строятся на этих принципах, и деньги, деньги, они всего лишь являются средством, когда вы тратите деньги, потому, что вы хотите это сделать из любви к человеку, потому, что ваша душа очень щедрая, вы щедры, понимаете, вы не считаете деньги, потому, что для вас вас переполняет вот это богатство души вашей, да, вот, вы спокойно, вы живете в благодати, понимаете, вот это высшее достижение, которое не купишь за деньги, и вот это чувство, ну, невозможно просто ни с чем сравнить и никак оценить, вот, никакими деньгами, и тогда уже вы, вот, и круг общения у вас такой же, и вы понимаете ценность души, ценность любви, ценность, ну, вот, вы понимаете, что такое вечные ценности, вот, вечные ценности, ну, хорошо, вот, что я хотел сказать, и счастье приходит к тем, кто стал для себя источником счастья, кто решил все свои психологические проблемы, у кого нет этого невротического чувства ожидания, невротического чувства безопасности, требований к другим людям, да, и тот, кто, вот, просто любит, вот, я люблю себя, я люблю людей, которые рядом со мной, да, я вижу их недостатки, я, как психолог, помогаю людям, я им объясняю, что не так, над чем надо работать, я даю прекраснейшие советы, программы, и мудрые разные вещи, и с этой, с их помощью я добиваюсь результата, и человек, главное, слушая все это, и участвуя вот в этом общении со мной, он тоже меняется и добивается своих целей. Вот, что, что главное-то, люди, которые меня окружают, повторюсь еще, да, я вижу их недостатки, проблемы психологические, но я смотрю глубже, я смотрю глубже, и вижу в них души прекрасные, вот, у меня есть этот дар видеть красоту человеческой души, и за всеми проблемами, недостатками, зависимостями, каким-то, может быть, моральным уродством, или физическим уродством, я вижу красоту души. И эта душа, она хочет процвести, она хочет преобразовать человека, она хочет высветлить его, она хочет вырасти, чтобы и человек вырос сам, она постоянно о себе заявляет, и если даже человек сам этого не видит, в силу негативных ментальных программ, ложных убеждений, психотравм, то психолог это видит, я это вижу в человеке, у меня есть этот дар, видеть красоту, и много чего еще, но я говорил, да, что на своем уровне трансцендентный уровень, божественный уровень, где я нахожусь, и вот это действительно чудо, уникально, вот, казалось бы, психологически горбатый человек, да, психологически надломленный, подорванный, какой-то вот травмированный, да, ущербный, неполноценный, но в нем такая красивая душа, которая, которой надо помочь, и каждый из вас может помочь своей душе развиться, расцвести, процвести, оздоровиться, и вырасти до огромнейших масштабов, до огромнейших просто, и правильно расставить приоритеты, на первом месте душа, ее потребности, любовь, безусловная, ведь, любя, безусловно, вы и себя тоже любите, безусловно, уже принимаете себя такими, какие вы есть, вы учитесь себя принимать, что может быть ценнее, важнее, и так далее, принимаете, да, вот, учитесь этой безусловной любви, каждый заслуживает любви, каждый может любить, и каждый может быть счастлив, вот, вы можете быть счастливыми, все в ваших руках, просто дайте своей душе работу, и дайте ей работать, дайте ей, ну, не загоняйте ее, не мучайте ее, дайте ей жить, не убивайте свою душу, не убивайте, не заглушайте ее зависимостями, наркотиками, алкоголем, стрессами, конечно, стереотипами, ложными убеждениями, это ложные убеждения, это такая же серьезная проблема, как и алкоголизм, как наркомания, как, ну, там, всякие разные мании, да, там, отклонения, и так далее. Вот, что я бы хотел сказать на тему любви и решения проблем в отношениях. Пожалуйста, комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, высказывайте ваше мнение. Я очень рад, что мои выступления вам помогают, они вас поддерживают, что вы становитесь счастливее, лучше, свободнее, что вы наслаждаетесь жизнью, а не страдаете, не мучаете, не мучаетесь, и не мучаете, кстати, тоже других. Есть люди, которые мучают других, и, ну, поймите, тот, кто мучает других, тот сам мучается очень сильно. Как писал кто-то, я уже забыл, кто, кто других терзает, тот сам покоя не знает. Когда вам хочется мстить, мучить, воспитывать кого-то, наставлять, обижать, мелкогадить, подлечить, это просто говорит о том, что вы, ну, вы не в порядке, у вас проблемы, вы не достигли просветленного уровня, трансцендентного уровня, вы не живете в раю, вы живете в аду. Из ада в рай есть путь, мы открываем эти двери, эти ворота в рай, заходите, наслаждайтесь жизнью, становитесь лучшей версией себя, живите в благодати, в счастье, в любви, и все будет просто, просто замечательно. Да, можно там жить, можно так жить, хорошо. Для этого просто надо, как вы знаете, поработать над собой. И это единственный путь, единственный путь. И самая трудная работа, видимо, потому что многие не хотят, не понимают важности и ценности этой работы, экономят на себе, как-то игнорируют потребности души своей, ну, тогда ничего меняться не будет, ничего будет, только хуже. А может быть лучше. И вы, хозяева своей судьбы, вы выбираете свою судьбу, как вам жить. Для этого у вас есть интеллект, у вас есть сознание, поэтому научиться осознавать, понимать происходящее, смотреть вглубь и исправляться, исцеляться, выпрямляться, собирать себя по кусочкам, по осколкам и становиться полноценной личностью, здоровой, гармоничной, счастливой, любящей. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, становитесь спонсорами нашего видеоканала Оригинал ТВ. Для спонсоров у нас существуют бонусы. Во-первых, это эксклюзивный контент, это лекции, выступления, психотренинги доктора Кука, нашего учителя, выдающегося психотерапевта, и новые видео, они доступны нашим спонсорам. И также другие бонусы будут по мере роста, по мере увеличения количества спонсоров. Мы ценим, мы вас ценим, дорогие наши спонсоры, и участвовать можно от 1 евро или даже 99 центов, 4,99 и 4 евро 99 центов, и 19 евро 99 центов. Это выдающийся спонсор платит. Значит, первый уровень стеснительный, второй смелый, и третий выдающийся. Выбирайте, каким спонсором вы хотите быть, а в следующем ролике я поговорю о деньгах. как разбогатеть, как притянуть к себе деньги, как начать зарабатывать. Субтитры создавал DimaTorzok